Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире телекомпания «Город» программа подробностей. Уже четвертый сезон филармония продает билеты, загодя продает билеты на предстоящий сезон, не просто в форме билетов на каждый отдельный концерт, а в форме абонементов. И абонементная серия 2015-2016 года впервые сегодня. Зрители не только познакомятся с ними, но и получат возможность приобрести уже абонементные серии. Именно сегодня на первой ярмарке абонементов, которая начнет свою работу в 12 часов в фойе филармонии и будет продолжаться вплоть до начала концерта. Концерта для нас очень важного в исполнении Рязанского губернаторского симфонического оркестра прозвучит шестая симфония Петра Ильича Чайковского. Вот статисты, кстати, говорят, что в связи с кризисом, вот этими скачками рубля-доллара, даже в кино молодежь стала ходить меньше. А как с филармонией? Вы наблюдаете какой-то спад? Есть, немного, я не буду отрицать. И все-таки верный зритель все равно остался. У нас совершенно гибкая система скидок, наших зрителей все равно посещают концерты, это нас радует. А люди какого возраста? Ой, совершенно разного. У нас даже на вот такие строгие концерты, как мы называем, чисто филармонические концерты классической музыки, у нас приходят и студенты, и приходят семьи с детьми. К современным интерпретациям как относятся ваши зрители? Мы не театр, поэтому особенно с партитурами не поиграешь, и мы стараемся, естественно, придерживаться текста. Партитура – это в любом случае дирижеру, как уйти. Но концерты в стиле кроссовер, это смешение стилей народного и классического, это приветствуется, и у нас такие концерты проходят с большим удовольствием, и экспериментируют музыканты, сами музыканты экспериментируют. То есть вы сегодня не с пустыми руками, давайте расскажем, как что выглядит, где что можно найти. Конечно. Абонементная система во всем мире, устоявшаяся система, когда человек формирует свой досуг, формирует загодя, формирует на весь концертный сезон. То есть это как продуктовая, но досуговая корзина. В чем прелесть этой формы, что ты точно знаешь, что ты будешь, например, делать 19 мая 2016 года. Я, например, пойду на концерт симфонического оркестра, где солистом будет выступать Данил Крамер, и будет звучать потрясающая музыка с Фасмана и Гершвина. А это вот как раз то самое невероятное ощущение, когда ждешь похода в театр, похода в филармонию, когда готовишься, как к свадьбе. А у тебя уже все есть, у тебя уже билеты купят, тебе не нужно ехать отдельно за билетом в кассу. Сейчас модно посмотреть что-то на сайте, там забронировать. Все есть на сайте, есть информация, но пока мы продаем на ярмарках, это огромные скидки. Это пакетные наборы, это пакетные скидки, это какие-то розыгрыши, это возможность купить набор, подходящий тебе по смыслу, по пристрастиям, по твоим ощущениям, набор концертов с огромными скидками. Один приход в филармонию, например, сегодня, или 20 мая, вторая ярмарка, или 16 июня, и у тебя весь концертный сезон в кармане. В принципе, это можно подарить, как подарок преподнести. Это замечательный подарок, оригинальный. Я, например, есть у нас такие абонементы, которые подойдут на любой вкус. Это два абонемента. Это праздничный и абонемент музыка мирового, российского кинематографа в исполнении оркестра. Впечатление подарить очень сложно, а это уж точно впечатление. Тем более мы в этом году необыкновенно, вот у нас такая концепция сложилась, необыкновенно этого предстоящего сезона. Он у нас 77-й. Цифра 7 окружает нас повсюду. 7 нот, 7 цветов радуги. Мы здесь можем даже портретные сходства какие-то найти. Мне в любом случае напоминает это главного дирижера, главного дирижера Сергея Оселкова, когда он особенно в строгости репетирует, проводит свои репетиции с оркестром. Вот это вот абонемент праздничный. Ну как-то посмотришь в любом случае. Представляете, такой подарить, вот такой подарок, праздничный абонемент. Это три концерта, которые 3 января, 14 февраля и 8 марта. Новый абонемент появился в европейской турне, в котором главным действующим лицом будет не только на сцене, не только наш Рязанский губернаторский симфонический оркестр, но и вновь созданный коллектив, Рязанский камерный хор. И это будут представлены лучшие образцы инструментально-ориториального жанра. Далее у нас новинки, естественно, касающиеся семейных абонементов, семейных концертов, детских концертов. Со всем этим можно познакомиться. Мы одну не менее важную форму вводим, абонементную форму, как то суперабонемент. Это пластиковая карта, которая позволяет без билетного бланка проходить на концерты, на все концерты сезона, на все концерты сезона абсолютно, на одном и том же месте. Мы специально забронировали для суперабонемента лучшие места. И вот даже предполагаем, что это даже будут какие-то именные таблички, что это держатель суперабонемента. Кресло вот такого зрителя, а не пластиковые карты именные будут. И мы поделили на два, пока еще два таких формата представляем, тематических. Это суперабонемент на все концерты, в которых принимает участие симфонический оркестр. Это могут быть и дневные, и детские, как то сказки с оркестрами, естественно, вечерние. И полностью суперабонемент, золотой суперабонемент, когда вы посещаете все концерты сезона. Может быть, у нас так получится. Мы попробовали такую ввести форму в нашем филиале в Скопине. Но там можно такое вводить, потому что всего шесть концертов было в сезоне. И действительно администрация города привлекла спонсоров, привлекла руководителей предприятий, учреждений. И они покупали эти суперабонементы, дарили своим сотрудникам. И у нас так сейчас практически 30 суперабонементов действовало в этом сезоне в Скопинском филиале. А что за газета? А газету можно подойти в кассу филармонии, спокойно совершенно взять руки и познакомиться со всем наполнением уже каждого абонемента, с датами и, естественно, с ценовой политикой. Третий сезон мы будем продавать в такой форме, как личный филармонический абонемент. А есть такой личный филармонический, когда человек приходит и говорит, да, я в первом полугодии выбираю разножанровые все, но это мне так нравится, и я хочу сидеть все время на одном месте. И у нас так борьба. А вот это здорово, на самом деле. Конечно, конечно. И они борются. Почему у нас очередь выстраивается в начале ярмарки? Потому что каждый зритель, у большинства наших меломанов есть удобные места. Это не обязательно центр, это не обязательно портер, это может быть амфитеатр, это может быть даже балкон, потому что с балкона оркестр весь виден замечательно. Что бы вы сказали своим слушателям, нашим телезрителям, потому что в театре, например, говорят о том, что зритель стал современным, он может забыть выключить сотовый телефон или выйти посреди представления. Я думаю, что у вас тоже периодически бывают разные случаи. Давайте напомним, что такое филармония, как нужно идти на концерт, с каким чувством, с каким настроением. Филармония, не буду отрицать, конечно, филармония, как и театр, это особое пространство. И, естественно, как и у храма, да, у храма любого, это храм искусства, либо религиозный храм, есть свои традиции, есть свои условности, есть свои условия. Мы настолько сейчас все стали демократичны и толерантны друг к другу, что, конечно, многое прощаем. Но на самом деле вот такие пространства учат нас быть... Вежливыми, оставаясь современными. И вести себя экологично по отношению друг к другу. Если этот человек, одиннажды придя, поймет, то тогда он становится истинным ценителем искусства, неважно, это театр или концерт. И на самом деле у нас, что меня радует, на концерты академической музыки, чисто академической, это может быть опера, это может быть действительно академия, у нас хоровые очень такие популярные среди зрителей концерты. И зритель воспитанный уже приходит. Зритель, тишина и действительно взаимодействие необыкновенное. Спасибо. Наше время, к сожалению, стекло. Я напомню телезрителям, в нашей студии была Галина Соколова. А если вы что-то пропустили, заходите на наш сайт город62.tv. Это была программа подробностей. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова